Соответственно, уже немножечко, ну, такого не славянского типа. Но вы тоже на аварку похожи уже. Да? Немножко есть. Ну, знаете, столько лет прожили в Дагестане. Так вот, когда у меня появились дети, я начала обращать внимание на то, что у нас показывают по российскому телевидению. И очень часто, если не всегда, в рекламах у нас бывают детки такие красивые, светленькие, светлый волос, светлые глазки, большие голубые глаза. И я вот задумалась, а где остальные, допустим, вот какие-то типажи, ну, допустим, монголоидные типажи. Ведь у нас Россия многонациональная, порядка двухсот народов у нас живет. Давайте возьмем даже полк, самый главный полк страны, кремлевский. То там тоже ребята, у нас, ну, не практически, а такое славянское внешность. И существует негласный критерий, негласный критерий о том, что нужно идти, ну, славянские ребята. Вот вам этого не кажется? Нет. Не кажется? Ну, значит, у меня показалось. Это просто я обращусь к вам. Вам кажется. Ну, наверное, показалось. Прошу прощения. У меня к вам просьба. Вот здесь мне точно не показалось. У меня огромнейшая просьба к вам. Обратите внимание на расследование дела об убийстве братьев Гасан Гусейнова. В 2016 году в Шамильском районе в ходе спецоперации были расстреляны два подростка. Впоследствии выяснилось и доказано судом, что они не были боевиками и не были причастны к незаконным вооруженным формированием. Сейчас дело уже переквалифицировано. Идет разбирательство по статье 105 убийства, где пострадавшей стороной признан отец. Дело передано в Москву, но, к сожалению, точку в этом деле никак-никак не поставили. Я вас очень прошу, возьмите под свой личный контроль расследование этого дела об убийстве братьев Магомеда Гусейна и Набил. И, пожалуйста, как можно быстрее официально реабилитируйте этих ребят. Просто очень жалко родителей. Я должен дать соответствующее поручение. Считайте, что оно уже есть. Бострыкину Александру Ивановичу он как раз возьмет это под контроль и мне должен, что там происходит. Я, честно говоря, об этом первый раз слышу, но обещаю вам, что уделю вам необходимое внимание. И у Бострыкина такой поручи не будет.